Всем привет! Сейчас на слайдах появится QR-код. Вы по нему можете задавать нам вопросы. Можете выбирать там наш зал. Наш зал называется Meteor. В конце презентации мы ответим на ваш вопрос. Собственно, тема нашего доклада — гармония сок действия. Сием, Солар, Чай, Джи, Пи, Ти. Но сначала немного о нас. Меня зовут Максим Ильин. Я руководитель отдела анализа угроз и владелец продукта Solid Lab WMS. Мой коллега Николай, он лидирует направление сок в этой же компании. Сегодня мы расскажем и добавим о том, что сегодня говорили коллеги до этого. Мы объединим в нашем докладе о том, что говорила Ирина, и процессную часть о том, что говорил Глеб. То есть мы расскажем про процесс, как мы видим гармонию сока, о том, как мы используем профилирование вместе с Сиемом, как нам помогает автоматизация в СОАР, выполнение рутинных задач. При этом мы расскажем, как процессы и технологии уже сейчас может помогать СОКу действовать быстрее, лучше, качественнее. Ну и, конечно же, при любых методиках мы расскажем о том, границах применения этих технологий и подхода. Важный нюанс. Мы не будем углубляться в ИИ. Это выходит за рамки доклада. Но сначала поговорим о земном. Когда начинаешь разбираться, чем же занимается СОК, в действительности открывается целый ряд проблем. Мы разобрали их на три крупных блока. Первый – это анализ фоллспозитив. СОК работает очень много с фоллспозитивом. А если посмотреть, как их сокращают, ну, очень сложно, потому что это процесс долгий и ручной. А также мы не говорим о том, что мы описываем негативную модель чаще всего в СОКе. Это что означает? Когда мы описываем, что должен делать злоумышленник и что не должно у нас быть в системе. Таким образом, каждая негативная модель – это очень сложно. Я слышу часто от коллег по цеху, что СОК – это кузинца кадров. Ну, действительно. Чаще всего из институтов приходят люди, студенты к нам, ну и вообще в СОК, да? Они проходят, получают богатый опыт, потому что через СОК приходят все бизнес-процессы компании и все интересные, важные процессы там завязаны. Но при этом творчества у первой линии отсутствует, потому что они заняты KPI-ами, SLA-ами и прочими метриками. У них нет времени на творчество. Мое самое любимое – кнопка найти хакера. Она вроде бы как есть, вроде бы мы здесь пытаемся быть догоняющимся, но при этом вот эта постоянная гонка происходит, о чем говорил Глеб в предыдущем докладе. Предположим, у вас есть, описываются постоянные плейбуки, но как часто вы их обновляете? Их же тоже нужно часто пересматривать. А обогащение инцидентов, но они тоже происходят вручную. И это все накладывает в том, что у нас СОК занимается чем-то не тем. Собственно, какой процесс? Мы, в принципе, видели уже это все на предыдущих докладах, все это говорилось, да? Мы быстро об этом напомним, да? И будем просто ссылаться на основную схему, на которую, как мы представляем. Собственно, данные отправляются из СИЭМа в коллекторы. Там они производят корреляционные правила. После этого производится анализ false positive и регистрируется инцидент. После регистрации инцидента производится реакция первой линии по плейбукам, о которых написаны общие моменты, не конкретные действия, а общие моменты, что требуется делать. И происходит расследование инцидента. Если подключается вторая линия, и происходит глубокое расследование инцидента. Мы добавили немного своего. Первое – это профилирование. На этапе профилирования используется СИЭМ. В СИЭМе у нас используется… Нам профилирование помогает… Мы делаем какую-то область видения, мы описываем позитивную модель и представляем себе, что вот эта система работает так. И не иначе. Таким образом, нам помогает сократить количество false positive и увеличить качество расследования и реагирования на инцидент. Следующий этап – автоматизация. Автоматизация реализована в основном на SUAR. Там реализуются следующие этапы. Мы делаем какую-то функцию, которая выполняется на различных системах. Это может быть как хост, это может быть как целевая система, обращение по API и так далее. И аналитик, либо SUAR и другая система, которая у нас присутствует в соке, может взаимодействовать с этой функцией и выполнять действие. Тем самым у нас сокращается время выполнения и реакции на инцидент. Следующая – модель GPT. Модель GPT мы используем для того, чтобы аналитик чаще всего может что-то не знать о инциденте и не быть погружен в эту предметную область. И мы ее используем как справочную модель. Аналитик здесь использует ее как такой помощник в своих знаниях. Но об этом говорили предыдущие докладчики, но это было важно сказать, потому что это животрепещущая тема. Человек является объединяющим процессом и объединяющим звеном всех технологий. Технологии ни в коем случае не заменяют его, а дополняют. Я дальше передам слово Николаю, он расскажет детали. В качестве условных профилей мы делим на две большие группы. Первая – это профили, основанные на базовых отклонениях. Точнее, правила, основанные на базовых отклонениях от профиля. Примерами профилей могут быть профили по нестандартным запросам, которые содержат данные по процессам, протоколам или учетным записям. Примерами таких профилей, примерами инцидентов по таким профилям могут быть, например, запуск СССР клиента с компьютера бухгалтера или какие-то нетиповые Event ID, которые не характерны для данного пользователя, либо какие-то нетиповые протоколы. Профили по аномальному времени активности, они могут содержать данные по матрице активности, по учетным записям и по информации из кадровых систем. Примерами здесь могут быть подключение пользователя к системе во время отпуска или в какое-то нетиповое для него время, например, ранним утром. Профили по количественным аномалиям, они могут содержать данные по средним и пиковым значениям, либо по учетным записям или каким-то уникальным Event ID для пользователя. Примерами в данном случае, примерами инцидента, можно взять какой-то резкий всплеск Event ID запроса к файлам, который может быть вызвано как копированием информации перед увольнением или какой-то слив данных, так и обычной антивирусной проверки. В таком случае антивирусная проверка будет попадать под наш профиль и инцидент не будет создан, а какие-то действия нарушителя будут уже создавать алерт. Профили по нестандартным источникам подключения могут содержать данные по геолокации, по матрице активности пользователя, либо информации из кадровых систем. Примерами здесь могут быть инциденты по подключению пользователя из нетипового города, из нетиповой страны, ну и аналогичные. Рассмотрим схему на примере. В CM на основании исторических данных формируется модель данных, на основании которой строится профиль. В случае отклонения профиля от нормалей срабатывает правило корреляции и создается инцидент. Если в ходе выполнения шагов плейбука выясняется, что правило сработало корректно, в таком случае выполняются остальные шаги, инцидент закрывается. Если выясняется, что это ложное срабатывание, тогда происходит либо изменение нормалий, чтобы уменьшить чувствительность, либо добавление каких-то новых типов данных для того, чтобы увеличить точность. В таком случае модель данных корректируется, профиль изменяется, и в будущем инциденты уже не создаются по данному типу активности. Вторая группа – это профили, которые созданы для того, чтобы выявлять ложные срабатывания. Примерами здесь могут быть либо сетевое сканирование, либо какие-то всплески событий, либо запуск скриптов на хостах. Например, срабатывает событие по системе мониторинга, эта активность проверяется на легитимность, если оно соответствует профилю, то тогда инцидент отклоняется. Рассмотрим это на примере. То есть в данном случае также на основании данных создается модель данных, на основании которой формируется профиль. Но в отличие от прошлого примера, правило корреляции не создает инцидент на основании отклонений, а оно проверяет уже существующие инциденты на false positive на основании этого профиля. Если активность попадает под этот профиль, то инцидент отклоняется. Если активность не попадает, соответственно, начинаются следующие шаги по плейбуку. В данном примере инцидент не соответствует профилю, соответственно, аналитик берет его в работу и выполняет шаги по действиям. Если в ходе какого-то шага выясняется, что действие все-таки легитимно и необходимо внести какие-то исключения, аналитик нажимает кнопку и заранее определенные поля обогащает справочник, на основании которого корректируется модель данных. Таким образом, аналитик нажатием одной кнопки вносит исключения и не тратится время для того, чтобы корректировать правила вручную или чтобы писать какие-то исключения в правиле. Также это может учитываться прикипя и аналитика, но это будет уже сказано позднее. Также процесс автоматизации. Мы тоже делим оставшиеся процессы автоматизации на оставшиеся две группы. Это сбор информации с хоста и обогащение инцидентов. Обязательными условиями здесь является автоматический запуск в момент создания инцидента как можно быстрее, без вмешательства человека. Это нужно для того, чтобы собрать информацию о запущенных процессах, может какие-то журналы, до того момента, как компьютер не выключен, как не изменился адрес, как не завершен интересующий нас процесс. Вторая группа – это воздействие на объекты. Обязательными условиями здесь является предварительная валидация аналитикам. В эту категорию у нас входят какие-то активные действия. Это блокировка пользователей, может создание заявок, если есть интеграция с системой, либо сброс сессий, или использование средств защиты. В данном случае обязательным условием является валидация, потому что можно заблокировать, если это делать автоматически, можно заблокировать не ту учетку, какую-нибудь сервисную, либо средствами защиты попортить рабочие процессы. Рассмотрим на примере интеграции Suara с ChatGPT. Аналитик, выполняя инструкции, вводит запрос, уточняющий по Event ID, который не попадает в данный плейбук. Перед отправкой он нажимает кнопку «Проверить запрещенные данные в запросе». В Suara запускается сценарий, который смотрит по регулярным выражениям, по справочникам и на наличие какой-то критичной информации. Это может быть IP-адреса, имена хостов, может какие-то доменные вещи, фамилии, да что угодно по сути. После того, как параллельно с тем, кнопка запускает правила корреляции в CM и фиксируется некорректный запрос для того, чтобы в будущем либо корректировать обучение сотрудника, либо как-то добавлять это в KPI, чтобы аналитик внимательнее следил за составом запросов. После того, как этот процесс завершен и все запрещенные данные удалены, аналитик нажимает кнопку «Отправить запрос в GPT» и через коннектор идет взаимодействие с моделью GPT, получается ответ, и аналитик получает результат. В данном случае, помимо отправки в саму модель, эти данные, как вопрос, так и ответ на нее, отправляется в справочник, на основании которого уже создатель плейбука анализирует, возможно, есть какие-то вещи, которые в плейбуке понятны для создателя плейбука, но они понятны для первой линии. И, соответственно, инструкции могут корректироваться либо проводиться какое-то дополнительное обучение. Ну и, получив ответ, аналитик смотрит дополнительные event ID, которые у него указаны в плейбуке, и, соответственно, принимает решение. Если ему этой информации хватает, чтобы самостоятельно закрыть инцидент, он без эскалации закрывает инцидент, ну и, собственно, все. Если все-таки аналитику недостаточной информации для закрытия инцидента, то он, как минимум, уже обогатил инцидент для следующей линии, и уже следующая линия потратит гораздо меньше времени для того, чтобы собрать какую-то информацию. Макс? Да. Я расскажу еще примеры, как можно использовать модель GPT-M. На этапе интеграции нашего сканера уязвимости с CM происходит также взаимодействие аналитика с тем же самым GPT-M. Предположим, аналитик уточняет информацию о найденной уязвимости, понимает, что уязвимость действительно есть, ПОК существует. Для примера предоставлены самые распространенные, ну и старый инцидент, который уже был. Уточнив, что информация о ПОКе существует, аналитик может дополнительно задать вопрос в GPT и получить на это ответ. После этого аналитик получает информацию о том, что общую информацию об уязвимости, технические детали о ней, также рекомендации и методы эксплуатации. Получив эту информацию, аналитик может выполнить три действия, которые описаны в плейбуке общими видами. Первое – это поиск каек в исторических данных. Аналитик берет данные из ответа в GPT, подставляет в CM и находит какую-то информацию. Второе – это обогащение инцидента при эскалации и на вторую линию. Ответ аналитик копирует в SOAR, вставляет и передает уже, соответственно, аналитикам второй линии. Таким образом, они тратят меньше времени на расследование инцидента. И также такой подход помогает нам эффективнее коммуникацию выстраивать между аналитиками и тем же самыми айтишниками, с которыми, как ранее было сказано, нужно договариваться. Важно здесь сказать, что аналитик L1 не станет аналитиком по уязвимостям. Это не его специальный профиль. Наша цель в данном случае – быстрее погрузить аналитика L1 в инцидент и быстрее на него реагировать. Следующий пример – когда сотрудник L1 может использовать GPT для определения границ поиска. Здесь уже важно понимать, что взаимодействие через этот подход нужно понимать глубину первой линии к процессам и технологиям, применяемым в компании. Политики отправки данных, политики того, что нужно и что не нужно использовать. После получения данного ответа у аналитика появляется возможность эскалации, поиска дополнительной информации в CM, конкретизировать вопрос и обогащение инцидента для L1. Так же, как в предыдущем примере. Помимо этого, на этапе митигации можно выполнять этапы эскалации на различную линию. Еще раз повторюсь. У нас в плейбуках описаны не конкретные действия, что сделай 1, 2, 3, 4. У нас написаны общие функции, как требуется сделать. Ой, что требуется сделать. Точнее, правильно, как сделать. А GPT нам помогает подсказать аналитикам, что нужно сделать. Таким образом, это такая справочная информация. У нас уже написана более конкретная информация к нашей инфраструктуре и к нашему подходу. Как я и обещал ранее сказать, что у любого подхода есть свои границы. Их требуется понимать. Первое. Профилирование — это нагруженный процесс. И требуется понимать конкретную задачу профиля, который нужен. Не нужно делать профили впрок. Важно проводить обучение и инструктаж всех линий и проводить критерии, данные, которые должны, не должны отправляться, и содержаться в процессе работы. Сотрудники должны понимать границы использования подхода и точно его использовать. Также следующий пункт — это контроль входных-выходных данных. Мы делаем это двумя способами. Автоматизированно и организационно. Соответственно, его можно сделать, требуясь выполнять оперативные выявления запросов таким образом и корректировку плейбуков в случае необходимости. Следующий пункт — нужно учитывать галлюционирование нейросетей и выдача некорректных результатов. Это обходится при эскалации на другую линию, на более квалифицированных специалистов. Таким образом, у нас корректируются плейбуки и изменяется что-то еще. Следующий пункт — нужно понимать разницу моделей, которые вы используете. Например, на слайде представлен пример один запрос в разные модели. Но ответ вы видите, соответственно, разный. Поэтому нужно понимать, к какому запросу, какой модели, какой запрос нужно задавать. Нужно учитывать риски использования Суаров с различными системами в зависимости от политики компании. Нельзя просто взять, прийти, я буду автоматизировать, блокировать учетку и случайно заблокировать СВЦ. И у нас в пятницу вечером IT бегает, а кто заблокировал админа? Это плохо. Что же у нас в итоге получилось? Модель GPT бустит всю информацию и бустит наши процессы. Профилирование экономит время всех линий и таким образом люди занимаются полезным. Автоматизация также нам помогает не отвлекаться от рутину, и действовать проактивно. Но ни в коем случае, как было сказано ранее, ни одна… Ну, GPT в данный момент не отвлекает аналитика от работы. Она дополняет ее. Таким образом, у нас получается, что повышается квалификация первой линии и большие требования к их уровню знаний. при этом качество аналитики повышается. Мы можем перекладывать задачи с второй линии на первую, так как первое время линия более освобожденная, а вторая линия с удовольствием возьмет задачи с третьей линии. Задачи могут быть разные в зависимости от вашего подхода и от вашего архитектуры. В примерах могут быть разные ресерч, какой-то дополнительной эксплуатации чего-либо и дополнительных каких-то методов поисков. Спасибо вам большое за внимание. Вопросы можете задавать в чат-бот. Выбирайте наш зал. Мы с удовольствием на них ответим. Да, Максим, Николай. Спасибо. Вопросы уже есть. Их задают. Давайте начнем. Первый вопрос. Как именно производится профилирование на Сием? Что за идеальная модель? И если false positive чаще всего получается уже после того, как настроен аудит по профилю компании? Тут я отвечу. Профилирование, как раз таки первый тип профилирования, он делается на основании существующей модели данных, которая делается на исторических данных. То есть у нас формируется матрица поведения пользователя и события из Сием, они создаются такие метаданные. это, знаете, как UBA на минималках такое. То есть создается метаданные, например, яркий пример, активность пользователя. И создается таблица, которая содержит не конкретные данные, а именно какие-то паттерны, то есть, например, активность с 10 до сети, то есть таблички здесь заполнены. Если, например, ночью, будет нолик. То есть это в таком виде выглядит, и оно постоянно на основании более новых данных обогащается, старые данные со временем уже не учитываются. Следующий вопрос. Используются ли данные UBA для обогащения профилирования и может ли чат GPT помогать формировать профиль для сотрудников без UBA? Да, так сказать, в поведенческом режиме. Ну, UBA у нас выходит за рамки данного пилота исследования. Чат GPT наверное нет, потому что все-таки при формировании профиля необходимо учитывать специфику компании и все равно там будут какие-то исключения. Поэтому чат GPT это все равно надо валидировать как-то и поэтому нет. Тогда следующий как раз блок вопросов очень много задают. Как вы боретесь с тем, что GPT на один и тот же вопрос может выдать совершенно разные ответы, причем в том числе по правильности? Как валидируете? Да, на самом деле здесь про что я говорил это надо обучать и первую линию в том числе и аналитиков всех по взаимодействию с GPT. Да, у нее есть такая проблема что она может выдавать по одному и тому же вопросу разные ответы. Нужно взаимодействовать с ней, понимать какие запросы ей задавать и доуточнять. Там, например, был у нас слайд, когда мы доуточняли и понимали, сначала был вообще ответ совсем не такой, а потом при доуточнении получил то, что нам нужно. Я тут дополню, это делается на этапе как раз обучения первой линии общими инструкциями, чтобы они видели основные моменты, когда чат GPT начинает заносить уже. Да, да. Да, хорошо. Тогда как раз следующий вопрос про первую линию. Делали ли вы сравнение, насколько повысилась эффективность работы первой линии после внедрения чат GPT? Ну, здесь важно сказать, что первой линии мы измеряем различные метрики по расследованию, по реагированию, по взятию инцидента, и понятно, что количество инцидентов сокращается, тем самым, что первая линия освобождает свое время. Вторая метрика, которая важна, это как они реагируют и что они взаимодействуют. Здесь тоже метрика падает. Кольда? Я тут дополню, что в итоге это улучшилось или ухудшилось, или осталось без изменений. Нет, в итоге стало больше инцидентов, а меньше false positive, и они стали больше тратить время на реальные инциденты. То есть иногда все равно времени не хватает, приходит реальный инцидент, как-то так быстро ответили или передали на следующую линию. Когда у них стала меньше нагрузка по ложным срабатываниям, они начали внимательнее это делать. И они должны изучать больше предметную область, с которой взаимодействуют. Хорошо, тогда другой вопрос. А что ухудшилось с внедрением чат-жи-пяти в работе аналитиков? Есть? Обучение. Обучение? То есть... Ну, это сложный процесс, это нужно взаимодействовать с людьми, и такой итерационный, бесконечный процесс. Да, следующий вопрос. А почему используете чат-жи-пяти, а не другие модели, LLM, например, тот же самый Яндекс-жи-пяти? Смотрите, на самом деле здесь какую модель использовать в принципе неважно. То есть нам нужно было это такая, как чат-жи-пяти просто, оно на слуху, оно как заглушка. По сути, можно использовать любую модель, которая удовлетворит глубину запросов. У нас стояла задача протестировать, сделать MVP, умное новое слово, обо котором говорят, и протестировать эту гипотезу. Мы используем GPT, понятно, что дальше вы можете использовать различные LLM, у себя развернуть, вложиться в аналитику, вложиться в ML, это тоже вариант, со своими плюсами и минусами. У нас главная была задача сейчас пропилотировать, понять гипотезу, она сработала, дальше будет развитие. Хорошо, тогда тоже много было вопросов касается именно защиты данных GPT. Каким образом вы контролируете и не боитесь ли, что модель будет обучаться в том числе и на ваших данных, в том числе и на конфиденциальных? Для этого у нас был слайд, когда в Суаре был пример, что задает аналитик вопрос и там была кнопочка проверить данные и удаляли все наши персональные данные о клиенте и прочее. Таким образом отправляются общие информации, которые известны всем. Как работает Log4G? Здесь нет персональных информации о заказчике и прочее, прочее, то есть работает именно таким образом. Также, помимо этого, есть еще организационная составляющая, это обучение в плейбуках описания того, что нужно и не нужно отправлять. Хорошо, ну и, наверное, заключительный вопрос. Пример хорошего плейбука из вашей практики, где помог чат GPT. Это плейбук, где, вот, кстати, с Event ID пример был, это мне очень нравится пример, потому что в плейбуке не всегда можно все описать, какие Event ID смотреть, при каких ситуациях, но, в принципе, это не такая сложная работа, чтобы ее не могла выполнить первая линия и посмотреть по историческим данным. И, наверное, самые интересные вещи, это как раз-таки, когда первая линия понимает, куда еще посмотреть, не только по инструкции, но и у них такой творческий момент, возможно, они что-то не туда посмотрят, но они или прокачаются, или вытащат оттуда что-то полезное. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...